Добрый день! Сегодня у нас в гостях Максим Митькин, коммерческий директор Макро-рекиона Юг, Телетва. Добрый день! И поскольку на нашей кухне бездельников не терпят и готовят все, Максим порадует нас сегодня своим фирменным салатом из говяжьего языка с адыгейским сыром. Ну и чтобы не оставаться в долгу в качестве алаверды, я приготовлю свое собственное филе курицы с начинкой и специальным так же соусом из грибов. Супер! А вот тебе не кажется, что в принципе сотовая мобильная связь в наши дни уже становится некоторой помехой для личной жизни и простого человеческого общения? То есть вот если раньше, например, я мог выйти из дома, выйти из кабинета, встретиться с друзьями, попить пиво, и я знал, что никто меня в этот момент не отвлечет, не дернет, не пикнет, то сейчас я даже в ванну уже хожу с, прости господи, мобильным телефоном для того, чтобы когда мне придет очередное сообщение в фейсбук, я успел на него ответить. Я понял твой вопрос. Личное общение уходит, приходит общение в социальных и мобильных сетях. Раньше, наверное, да, если вспомнить, там, мое детство, там, наше детство, да, не было особых телефонов, были стационарные телефоны, причем не у каждого, в моей семье его не было. Тереться ли какой-то радостной новостью, там, с друзьями, знакомыми, там, да, необходимо было, там, бежать к соседям, либо бежать искать телефон на автомат, и с него звонить, искать еще две копейки, чтобы на него это допросить. Вот, и сейчас, на самом деле, это все в прошлом, да, и все гораздо удобнее. Единственное, что каждый человек, я считаю, должен сам регулировать вот количество сотовой связи в своей жизни, да, чтобы не ущемлять интересы личной жизни. Откажись просто брать свой телефон, ладно. Например, общение больше уходит из обычных, привычных, чем звонков в соцсети, в различные мессенджеры, в WhatsApp, в Viber, в, я не знаю, в Google мессенджеры. То есть, фактически, по большому счету, для большинства пользователей, любой сотовой связи, возможность быть постоянно на связи в соцсетях, это, наверное, более важно, чем возможность всегда иметь возможность позвонить. Соглашусь с этим, потому что, даже замечая по своему кругу общение, и не только в личной жизни, и на работе, в том числе, создают группу мессенджеров, да, и на самом деле, это очень просто. А твои дети, у тебя есть ежедики? Да, есть. И как они у тебя в плане пребывания в соцсетях? Ты их лимитируешь, как знаменитый Марк? Ну... Или они говорят, папа, иди отсюда, или вы сидите и переписываетесь? Нет, ограничения есть, безусловно, безусловно, есть ограничения с точки зрения доступа на вредоносные сайты, на недетские, скажем так, да, но дети уже настолько активны, что, конечно... Они обходят в твои ограничения. Как ты являешься, да, насколько они уже в этом возрасте продвинуты, насколько они уже знают все эти соцсети, общаются между собой, и Инстаграм, и сейчас очень модное это направление блогинга, что каждый ребенок мнит себя блогером, поэтому это, конечно, очень весело происходит. Ну что, картошка готова? Держи. Ну... Надеюсь, у вас с задачей справился. Ты знаешь... Прошел путь молодого бойца, так называют. Как говорил у нас на военной кафедре полковник Рыжков, вы же философ, вы должны мычать как по нотам, но с нотами у тебя не очень хорошо, а с картошкой все нормально. Итак, мы приступаем к салату. Нам нужен говяжий язык отварной. Собственно, мы его заранее приготовили. Потому что он варится минимум 2 часа. Он варится за несколько часов. И дальше нам нужен адыгейский сыр. Шикарный. Нам нужен микс-салат. Нам нужен яблоко, огурец, сельдерей, сок лимона. И будем делать соус из кунжутного масла с добавлением васаби, соли и перца по вкусу. У меня к тебе такой вопрос. Понятно, что любой производитель, любой поставщик услуг старается подстроиться под потребителя. Которое в наши дни становится все более и более капризным. Понятно, что все сотовые операторы именно по этой причине вводят то одни, то вторые, то третьи, то четвертые тарифные планы. Но что лично меня не всегда и не во всем устраивает в этих тарифных планах. То, что они задают мне жесткие рамки и не позволяют мне подстраивать их услуги. Услуги операторов, услуги тарифных планов под мои конкретные потребности. Которые у меня сегодня могут быть одни, завтра могут быть другие, послезавтра третьи. Через месяц четвертые, грубо говоря. Новая линейка, которую мы спустили в апреле, она тема хороша, что позволяет подстраивать тариф под себя. Ну, на мой взгляд, это все равно, что как приготовить салат. Мы берем, например, один ингредиент. Мы берем, например, вот, хочешь ты там 10 гигов бросим. Хочешь ты, например, себе 1000 минут. Раскомпоновал. А потом тебе нужно еще безлимить на соцсети. И тоже добавить. Вот у тебя получился твой личный тарифный план, который будет нравиться только тебе и подходить до твоей потребности. Как любимый салат. Все просто. Ну, вот то, что ты сейчас сказал, это, конечно, все хорошо, прекрасно. Но ты понимаешь, что, в принципе, вот лично для меня и для всех активных пользователей интернета и смартфонов, на первый план сегодня выступают соцсети. Потому что большую часть общения я провожу в различного рода мессенджера. И то, что ты сказал, может быть и хорошо для звонков. На сегодняшний момент уже в наших некоторых тарифных планах включены безлимитные соцсети, безлимитные на мессенджеры. За дополнительную плату, если ты много смотришь сериалов или фильмов, или еще какие-то вещи, там, да, через интернет, можно включить безлимитный YouTube. А как часто ты стоишь на кухне? Очень редко. Жена готовит или по ресторану? Ну, и так, и так, и так, и так, и так, и так, поэтому без рецепта готовить сложно. В свое время, в молодости, когда еще учился в университете, я работал барменом, вот, и тогда, конечно, были, конечно, классические рецепты, да, классические коктейли, но были вещи, когда приходит гость и говорит, слушай, Макс, ну, сделай что-нибудь моей девушке такое, что-то. Ну, и подходилось, зная, опять же, вкусы викеров, настоек, да, придумывать какие-то интересные вещи, эксклюзивные, так сказать. Скажи, Максим, макрорегион Юг, это, в принципе, большая эта вещь, это же не маленькая. Ну, с точки зрения структуры, у нас три региона больших, да, это Краснодарский край, это действующий, я имею в виду, Краснодарский край, Ростовская область и Волгоградская область. Это то, где у нас есть операции, ну, помимо этого, там, где операций у нас нет, еще ходят в Дагестан, Чечня, Осетия, вот там пока операции у тебя два не будет. Командировка, что с тобой бывает? Да я бы не сказал, что часто, ну, где-то раз в месяц получается. На куда? Ну, два-три дня обычно. Чем ты в личной жизни вообще занимаешься, кроме работы, я имею в виду? Есть какие-то увлечения? Слушай, я вот как-то одно время увлекся подводной охотой. Вообще, Ростов, это мой уже, наверное, четвертый город в жизни, да? Потому что... Сам-то ты откуда? Я сам родился в Украинске, там учился, потом работал в разных городах. И вот, увлекся, наш, наверное, вдруг выложил видео, опять же в соцсети, как он занимается подводной охотой. Меня эта идея увлекла. Поехал, естественно, загорелся. Поехал, купил себе снаряд. Ластов, жжет, гидр-костел. И начал тихо эту тему увлекаться. А Ростов мне показался вот таким городом-городом. Он такой прям большой, с большими улицами. Ну, как должен быть город-миллионный. Что тебе нравится в Людях? Что мне нравится в Людях? Мне нравится в Людях все-таки открытость и честность, наверное, главное. То есть, потому что... Ты видишь, что такое бывает? Безусловно, но никогда бы не было друзей у нас, что называется, да? Ведь ты с ближайшим человеком, когда тебе его мысли и поступки понятны, да? И ты понимаешь, что от этого человека можно ожидать. Поэтому мне это больше всего нравится в Людях. Так, у меня почти все. Как у тебя с курицей? У меня курица будет готова минут через, скажем так, 30. И за это время мы приготовим катушку. Ты подбор уже? Нет. Ну, в смысле, я не являюсь каким-то ярым болельщиком, у меня нет единственной команды, но... А в детстве я играл? Конечно. Все в детстве играли на футбол. И сегодня у меня тоже тренировка по футболу. Но не сказать, что я от России не любил. Я могу на футбол, не знаю, что для тех кто-то это. Подбегать, размяться, прикрывать на грузочки, на сердце. Очень полезно. Вот, а в том числе зрения, вот, ну, идеале, который у нас проходит, я всегда стараюсь не видеть этими венастливыми сооружениями для формы, да? Причем, что приезжают в формы сестру мира, это очень интересно. Сейчас я выкладываю курицу, ставлю ее в кукупку. И у тебя твой салат, насколько я понял, уже готов. Практически готов, да. Сейчас насыпаю туда салат, зелень, заправляю его маслом, перемешиваю, и мы можем его с тобой дегрустировать. Прекрасно. Курица будет готовиться чуть-чуть потухше. Какие твои кулинары? Точнее, никак. Кулинару любителю это всегда интересно. Значит, человек есть то, что он ест. Мне очень нравятся морепродукты, очень нравится итальянская кухня. Люблю различные пасты с морепродуктами. Что ж ты не сказал? Я бы сделал тебе фильмы на салат с мидиами. Люблю лазанью, которую узнают, кто же мне еще очень круто готовится. Поэтому он как-то так. Окей, и я приступаю к соусу. Как называется такой соус? Просто грибной. Нет, он сейчас скажет бешамель. Ну, бешамель, да. У меня практически все готово. Сейчас я его перемешаю. И можно его нарезать. А что едешь в Брянске? У меня такое ощущение, что в Брянске, в Смоленске, во всех наших замечательных исторических областях щи да каша, пища наша. Да, примерно так и есть. Традиционная русская кухня. Борщ, щи. У меня бабушка очень вкусно готовила борщ. Красный борщ. Традиционная, наверное, мне это как-то отрезать на фонах. Мой салат готов. Давай пробовать. Скажешь свои ощущения, впечатления. Ну, прошу сильно не критиковать. Сознаюсь. Это не салат. Это не что. Мне вообще не ожидалось в сочетании васаби со всеми сопутствующими здесь ингредиентами дадут такой вкус. Ну что? Ну что, все готово? Твой салат мы попробовали. И ты будешь пробовать мою курицу. Которую мы решили в честь тебя назвать курицей по-брянски. Поскольку рецепт был собран из целых двух рецептов. Курица нежнейшая. Вот это, видимо, сказывается ее доготовка в духовке. Сверху корочка, а внутри очень мягкая и нежная мяса. А картошечка, да. Вот по-брянски ты правильно сказал. Картошечка огонь. Очень вкусно. Олег, спасибо большое за приглашение на эту передачу. На самом деле очень интересный формат. Я понимаю, что благодаря такому формату можно узнать много интересных рецептов. Потому что все приходят люди разные, разные гости и у каждого есть свои фишки. Ты сегодня узнал несочетаемые, как могут сочетаться несочетаемые продукты в этом салате. Я попробовал оригинальный соус. Он абсолютно шикарный. Поэтому спасибо большое. Я буду всем своим знакомым рекомендовать, что есть такая своя кухня. Маклин, спасибо тебе. Но не на всякий случай закончивый философский. Человек есть то, что он ест. Давайте же есть хорошо и на своей кухне, а не только на стороне. Ребята, налетайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok